Многофункциональный центр принял тысячного посетителя. За полгода цифра хоть и небольшая, но с каждым днём она увеличивается. Желающих облегчить получение государственных услуг становится всё больше, отмечают специалисты. Сегодня центр оказывает 58 различных услуг. Их перечень скоро увеличится до 200. Мы очень рады, что сегодня у нас наконец-то пришёл тысячный посетитель. Если раньше поток граждан к нам был небольшой, то сейчас день от дня количество клиентов к МФЦ продолжает возрастать. Ольге Синявиной было приятно узнать, что она стала тысячным посетителем МФЦ. К этому событию сотрудники центра уже были готовы. Они приготовили сувенир – декоративный камень с изображением видов города, а также диплом. Совершенно случайно зашла такая новость, что я тысячный посетитель. Очень приятно удивлена была. Девушка пришла за оформлением универсальной электронной карты. И всё, что от неё потребовалось – это паспорт и СНИЛС. Остальным занялись специалисты многофункционального центра, выступив в роли связующего звена между органами власти и посетителем. Если пришёл гражданин, то мы у него берём только те документы, которые находятся в его распоряжении. Например, как паспорт, свидетельство актов бракосочетания. То есть это мы не можем запросить. А те документы, которые находятся в ведении органов власти, например, выписка из регистрационной платы, с пенсионного фонда справка какая-то, ещё что-то. То есть это мы можем запрашивать сами. Также для удобства наринмарцев в центре установлен терминал Сбербанка – копировальная техника. Это значительно облегчает процесс сбора документов. Например, чтобы оплатить госпошлину, не нужно стоять в очереди в банке. Сервис довольно прост. Нужно просто прийти в МФЦ, выбрать интересующую услугу. Сразу после этого администратор зала направит к нужному окну. Пока центр оказывает всего 58 госуслуг. Но к концу года их перечень увеличится до 200, уверяют работники многофункционального центра. Дмитрий Щепанов, Ирина Цепетова, Закир Вафин, Сергей Качегов, Телеканал Север.